Развитие сегмента электрокаров делает мир намного более разнообразным, в том числе и по части географии производителей. Много ли вы слышали о вьетнамских автомобильных компаниях 10 лет назад? Другое дело сегодня, когда марка Winfast регулярно появляется на крупнейших выставках. Еще недавно она выпускала переделанные Opel и BMW, но в последнее время заявила о себе как о новом производителе электрокаров. Год назад компания начала прием заказов на две первые модели собственной разработки, объявила о планах на полное прекращение выпуска машин с ДВС и этой осенью начала производство и отгрузку первых машин. А теперь выкатила под свет софитов еще две новинки. Не сказать, что бы совсем неожиданные, мы уже видели их в формате концепт-каров, но теперь дело вплотную приблизилось к серийному производству. Речь идет о паре относительно небольших кроссоверов. Вот только с красивыми названиями у вьетнамцев пока так себе. Компания называется Winfast, а модели банально VF6 и VF7. Что касается технической составляющей, дважды Winfast, то модель с индексом 6 играет в сегменте компактных кроссоверов, а семерка выступает в разряде среднеразмерных, вроде того же Tiguan или Nissan X-Trail. Компактный VF6 может быть только переднеприводным, а вот мощность силовой установки можно выбирать. Машину попроще со 170-сильным мотором, разумеется, нарекли Eco, а более продвинутая модификация Plus развивает больше 200 лошадок. Топовая для младшей модели силовая установка стала базовой для старшей. Начальный VF7 Eco получил тот же самый 200-сильный мотор и привод на переднюю ось. Зато топовая модификация Plus мало того, что развивает больше 350 лошадок, так за счет двухмоторной компоновки еще и полноприводная. Интересно, что приборной панели на привычном месте нет вовсе, зато в наличии проекционный дисплей. Впрочем, его показания наверняка дублируются на развернутом к водителю экране мультимедийной системы. Между прочим, вьетнамский автопром сейчас намного ближе к нам, чем можно подумать. Вьетнамцы уже запатентовали в России дизайн своей продукции и несколько лет назад даже содержали внешнюю пресс-службу. Но до получения от ТТС дело пока не доходило. Но кто знает, как все повернется в нынешней ситуации. Редактор субтитров А.Семкин